Построили новые котельные, старая теплотрасса стала не нужна. Постепенно ее демонтируют в разных частях города. Участок теплопровода от первой школы в сторону улицы Лесная тоже разобрали, но вот мусора оставили много. И в основном это стекловата, которой были утеплены трубы. Опасный для здоровья материал разлетается по улицам. А жители в недоумении, почему допустили, что стекловата вот так запросто валяется по улице. Почему до конца не закончили работу. Микрорайон Центральный раньше отапливался от завода НВА. Теплотрасса как раз проходила по переулку через улицы Лесная, Богдана Хмельницкого и Кронштадтская. Этой зимой ее начали разбирать, так как теперь она стала не нужна. Тепло поступает от новых котельных. Трубы отвезли отсюда, а стекловата на койна кому нужна. Никто ничего об этом не думает. Ребятишки наши ходят и в школу, и все. Скоро вообще растает здесь. Все будет перемешаться. Я не знаю, как дышать-то они будут. Да и мы здесь тоже рядышком живем. На кой это нужно, кому это такая. Такой материал, как стекловата, опасен для здоровья человека. Мелкие крупицы или кристаллы стекла легко проникают в одежду, из которой их трудно удалить. А потом и в кожу, из-за чего появляется зуд. Но самое опасное, если частички волокон стекловаты попадут в легкие или глаза. Как говорит Владимир, местный житель, реакция уже пошла. Находиться в доме стало невыносимо. Постоянный зуд. Сколько раз подходил к ним, когда они здесь работали, я говорю, кто будет это все убирать? Приедем, уберем. И все, и на этом все заглохло. Это благо, вот сейчас она в сыровье. Сейчас немножко подсохнет она и полетит. Здесь будут чесаться все. Не только здесь мы будем чесаться. И там будут чесаться, и в домах будут чесаться. Потому что здесь получается труба. Труба. А стекловата, как известно, это вредное производство. Впадает в легкое, она из легкого уже не выходит. Больше всего жители переживают за детей, которые, не задумываясь о последствиях, играют на улице в этих местах. В переулке живет много семей, у которых есть маленькие дети. И когда придет сухая погода, последствий не избежать, говорит Владимир. Все на трубах раньше играли, но они хоть куда-то обмануты. А сейчас это вообще кошмар. Это кошмар будет, просто кошмар. Железо сдали, а это все осталось. И там. А тут все повытаскивали из-под низа. А стекловат внизу все осталось. Все внизу осталось. С вопросом уборки опасного материала мы обратились в службу благоустройства, где нас заверили, что во вторник все уберут. Но никакой уборки мы не увидели. Правда, и стекловатый во вторник не было видно. Выпавший снег скрыл всю нелицеприятную картину. Опасаясь за свое здоровье и здоровье детей, жители все же надеются, что коммунальные службы доделают начатое. И вредный стройматериал утилизируют как положено. Екатерина Студенова, Евгения Конобеевская, Степан Диколенко. Новости ТВ Рассказыва.